Добрый вечер! Я очень рад, что мы опять встречаемся. Мы продолжаем нашу цель урок по книге Равкуку Ротачева. Мы начали 15-го глагол в прошлый раз. И сейчас у нас второй и, если успеем, третий абзац. Я всех очень рад видеть. Я сделал, как всегда. Я прочитаю на иврите, потом прочитаю по-русски. Хорошо? Пожалуйста. 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 Дать человеческому желанию наиболее чистые и достойные ее лики. Утончить волю, укрепить ее, осветить, очистить, приучить к разным воспитывающим процессам, чтобы стремление было всегда возвышенным и высотным. Науки пусть занимаются тем, как перевести из потенциала, как реализовать из потенциала все эти детали, которым стремятся благие и праведные желания, господствующие в мире. Ибо они то есть и достойные материальные и духовные потребности жизни. Но вершиной их общей цели должна быть утонченность самой воли, интеллектуальная ясность воли, желания и ее самоудохотворения. И горе всему человечеству, когда он сходит с пути истины, вместо того, чтобы основать центром всех совершенств возвышения воли, оставит само желание в ее грубости, без обработки возвышения. Весь ее труд направляется лично на удовлетворение страстей, текущих, как поток серы и всяческий ад царят в ней, гейну. Тогда все человечество в целом падает в страшные и отвратительные сети долгоплодства. И пролитая кровь будет за ним бежать, стремиться. И из глубин возовешь к Богу истинность, подвернуться к священному намерению общего стремления к возвышению желания. И воззовешь, и Господь услышит. Воззапиши, и Он скажет, вот я. Ибо близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. И это вся основа покаяния, возвышения воли и ее обращения к добру. Выйти из тьмы к свету, из мутных глубинных к вратам надежды. Ко мне обращено желание моего народа. Возвратись, отступница Исраиль, возвращайся, Исраиль, Господу Богу Твоему. По мне это очень принципиально важный отрывок, который переносит у нас точку концентрации с одного места на другое. Как мы себе представляем идеальный мир? Придет Мессия, все исправит. Вот как этот исправленный мир выгодный? Люди, как мы видим собственное исправление? Или там чугу? Исправление общества. Праведливое общество. Мы представляем и мы исправляем, мы в основном сконцентрированы на исправлении дел. Общество должно делать моральное действие и не делать не морально. Общество должно правильно себя вести, человек себя должен верно вести. И тогда у нас, может быть, два праведника. Мы этот пример уже приводили. Один хочет украсть, а второй не хочет украсть. И оба они не украли. Оба праведники, потому что не украли. Оба перевели старушку на другую сторону улицы. Один не хочет что-то делать, но знает, вот есть заповедь такая, нужно сделать. Не хочет, хочет, не хочет, сделал. А второй хочет, с большим удовольствием перевел эту же старушку через дорогу. Эти люди оба по Аллахе называются праведниками. Они оба, эти оба человека, они, цадики, они праведные. То, что происходит внутри, то, что называется, кавана, с таким намерением я подхожу, делаю или не делаю, где находится мое желание, это вторично. Если то, что я делаю, это правильно. Раф Кук с этим, конечно, согласен. Но он нам заостряет наше внимание, что общая цель, она выше того, чтобы мы, не только мы как общество, но и как все человечество, она выше того, чтобы мы удовлетворились тем, чтобы мы делали правильные и верные поступки и действия. Раф говорит, что цель, она в том, чтобы поднять и улучшить наше желание. Чтобы мы не хотели совершать плохие поступки и хотели хорошие. Во-первых, это цель, а во-вторых, это также может работать, как, конечно, и причина. Если вместо того, иногда, вместо того, чтобы бороться со своими дурными качествами и воевать с ними и пытаться себя заставить сделать что-то правильное и заставить не делать что-то там неверное. Иногда вот человек что-то осознает, у него что-то там какой-то вот щелкнет в голове, он перейдет на какой-то другой немножко уровень восприятия. Вот как Раф здесь говорит, он изменит свое желание, он прекратит что-то желать или начнет что-то желать, и одним махом, как это, вся эта вот война, собственно, с дурным началом, она как-то может отойти на второй план. Это, как мне кажется, то, что Раф здесь говорит, и это очень-очень важная вещь. Вообще, цель истории по Рафу, это вот это, улучшение, возвышение, утончение желания. Чтобы мы желали менее грубые, более утонченные вещи. Да, это верно исправлять мир, чтобы было там, не знаю, придумать лекарство от плохой болезни. Это очень правильно, это верно. Но наша цель, в конце концов, и также этим можно воспользоваться как средство, это утончение желания. Сейчас мы начнем этот отрывок, конечно, читать еще раз по предложениям, но пока я хочу сделать остановку небольшую и дать вам сказать, если кто-то хочет как-то отнестись к тому, что мы сейчас почитали, прочли, так вот, что вы считаете. Я не помню, я говорила об этом или нет, я часто упоминаю в другой связи немного, в связи с золотым правилом, которое дано Илелем у нас, но оно также сформулировано Конфуцием. Делай другому то, что ненавист на тебе. Это правило действия, то, о чем ты говорил в начале. Что интересно, у него был ученик, ну, Ляо Дзи, я не помню, я когда-то это читала. И он ему говорит, учитель, я не только не буду делать другому то, что мне ненавистно, я даже и не захочу этого делать. И тут ему Конфуцием говорит, а это невозможно. Это спор, это, не, смотри, это, как это, это матраш автонит, как это сказать по-русски, это цель непростая, непростая. Да, но такая, как это, как автонит перевести на русский, это важное слово. Шиф, вот это, стремление, это, ну, как-то. Амбициозный. Амбициозный, отлично, спасибо. Это не я, это гугольный. Да, но для того, чтобы реализовать, у нас, в общем-то, как бы, вся человеческая история, это не цель на, не на ближайшие месяцы. Да, ну, поразительно, что только пессимистичных относят к человеку. Что он считает, что такое, вот даже цель ставить нельзя, понимаешь? Это занятно. Да. Он считает, что вообще только... Ну, я могу его оправдать. Может быть. Мы можем регулировать это поведение. Может быть. Три тысячи лет тому назад. Вот определите поведение. Может быть. Три тысячи лет тому назад ставить такую цель тоже было что-то слишком, и сегодня уже можно. Нет, нет, нет. Три тысячи лет назад Раби Акима сказал, и возлюби ближнего себя, этот самого себя, это большое правило вторе. То есть он тоже стал такой цель. Это немного, это не совсем то, о чем ты говоришь-то, это более общие вещи, желание более общим. А тут мы говорим более узкой области взаимоотношения между людьми, хотя это одна из самых важнейших задач истории. Но, так сказать, именно в этой области как раз Раби Акима его оптимистично настроился. Можно поставить перед людьми цель возлюбить своего ближнего и не хотеть сделать ему плохое. А вот Сукангут, я считаю, такую цель даже бессмысленную ставить не пройдет. В нашей области это будет. Отлично. Очень, очень хорошо. Я скажу более того. Здесь Раб тонко намекает еще на кое-что, что он говорит в другом месте прямым текстом, а здесь, мне кажется, есть тонкий-тонкий намек. А что будет, если мы… То есть Раб здесь рассматривает две крайности. А я же хочу посмотреть серединку. У нас одна крайность, если мы занимаемся поднятием и утончанием желания. Вторая крайность – это если я не занимаюсь утончанием желания и бегу с твоими страстями и все. А если, что произойдет, если я не занимаюсь утончанием? Ну и за страстями тоже не бегу. Я держу страсти везде, но цели, вот как вы сейчас точно сказали, поднимать, утончать желания, ее нет. Или, скажем, это немножко… Вот да, давайте немножко разберем, это немножко уведет нас в сторону. Мне кажется, это важная вещь, и это связано с христианством. Раб говорит, что народы мира через христианство приняли у нас стандарты морали, высокие. Которые не соответствовали их естественному развитию и как бы развитию души. И поэтому эта мораль, несмотря на то, что она как бы принятая, и человек ей, народы ей также подчиняются, да, она вызывает в душе тискуль. Помогите мне на хама. А в конце концов приводит к отторжению. Как эти тискуль нам хорошо перевести? Вы без микрофона. Расчарование. Нет, другого нету. Как, как, как? То, что я сказала вначале, было не слышно. Расчарование, да, другого нету. Это не совсем точный перевод. Нет, не точно совсем. Рострейшн в английский. Это более близко. Да. Тут есть еще «Крушение надежды», например. Вот такой вариант. «Крушение надежды», это было вместе, а не как-то выражаетесь. Фрустрация. Я же тебе говорю на английском «фрустрейшн». Фрустрация, досада, да, отлично. Да, глубокое разочарование, фрустрация. Ну, фрустрация, да. Фрустрация по-английски, да. Это нам точно четче подойдет. Отлично. То есть, и это, в конце концов, вызывает к ней, вместо того, чтобы эта мораль на тебе положительно на тебя влияла, наоборот, это как внешнее что-то, что тебя связывает, сдерживает, вызывает отторжение, раздражение, желание восстать против этого. И, в конце концов, сброс. И это то, что происходит, и это наше неверное влияние на народы через христианство, когда мы ушли и оставили им, дали им эту мораль как обязывающую. То есть, Раф Кук здесь, Раф Шерки здесь говорит такую идею, что может быть, как бы, опять-таки, это на Раф Кукин, что я понимаю, завязано. Очень может быть, как, допустим, произошло на Востоке, что не даряя им народам единобожие, не обязывая их таким вот жесткими рамками морали, мы бы дали возможность их душе, естественно, развиться и принять те уже моральные нормы, которые соответствуют их душе. И тогда это было бы естественного, естественно, не вызывало бы такого отторжения. А, соответственно, Раф говорит, что это отторжение этой морали, пример его – это войны, где, как бы, цивилизация наша западная, она, как бы, она их подсознательно хочет. Я себя в мирное время веду себя как человек, но у меня есть война, когда я могу, что называется, оторваться. И это есть в урота Милхамад Урава. Значит, то есть, как бы, соответственно, поэтому, да, вот эта вот работа по… Теперь, всего того, что я сказал, здесь, в этом отрывке Урава нет, это точно. Максимум есть очень легкий налет, какого-то вот намек такой, да. Потому что посредине Раф осмотрел две крайности, что мы работаем над улучшением желания и не работаем вообще, да, идем за страстями. А если мы не работаем над улучшением желания, а за страстями не идем, то там тоже происходит не совсем, да, идолопоклонство, христианство, но тоже получается плохо. И для души, и для общества. Вот, но это как бы, это мы, что называется, украли посредине Рафа, потому что, еще раз, в нашем отрывке этого нет. Но я вот решил это тоже сюда привезти, потому что мне кажется, это вот теперь, соответственно, да, очень, поэтому… А, ну что это нам оттеняет эта идея? Я думаю, что улучшение желания – это не бонус, это не что-то, что есть хорошо, а нет, ничего страшного, переживем, с трудом переживем. Понятно, что, как бы, здесь, сейчас гораздо важнее, какие действия делать. Да, если у меня там желание очень хорошее, дело очень плохие, это не то, что нам нужно. Но нельзя в дальней перспективе отбросить и забыть про улучшение желания. Это опасно. С помощью улучшения желания мы и чего сделаем гораздо проще и легче, и с гораздо меньшими затратами и болью и так далее. И все будут, как бы, лучше и больше. И здесь я еще одно отступление сделаю. Раф разбирает вообще, вот, как бы, человека, да, его душу, его уровни развития, делит это на две части. Тоже не он это придумал, но он этим пользуется. Называется «Лухэм в Кувэш». Сколько, нет. Кувэш в Ешар. Вот так. Есть тот, который прямой, тот, который занимается, тот, который занимается завоеванием. Завоеванием чего? Собственно, дурного начала. Это те самые два уровня праведников, по которым он говорит. Нижний, который относится ко всем нам. Мы боюруемся своим дурным началом. Он нас тянет в одну сторону, мы его в другую, и вот мы постоянно бодаемся. Наша цель – не победить дурное начало. Наша цель – с помощью долгого бодания с дурным началом подняться на следующий этаж, где дурное начало, мы прекращаем с ним бороться. Мы его забираем к себе, присоединяем к своей силе, у него есть тоже позволительные всякие качества, и бежим вперед. Это то, что говорит Ешар. Это прямой уже. И в общем, как бы, Рав говорит, что наше поколение, оно относится… То есть не каждый конкретный человек. А этот конкретный человек, он может быть где угодно. Но в общем, наше поколение, оно сегодня прямое, а не борящееся, а не поколение, которое захватывает и завоевывает. Теперь принципиальная разница – это как мы подходим, как мы разговариваем с людьми. Людьми, которые заняты борьбой, для них, допустим, язык, награды, наказания, он естественный. А человек, который прямой, язык награды и наказания, или какого-то его ущемления, рамок и так далее, ему будет сильно мешать, вызовет антагонизм и амрадан, и вызовет восстание против этого. Соответственно, еще одна сторона того, что хорошо, правильно работать, то есть как бы, да, вот мы, когда мы заняты борьбой с нашим дружным началом, нужно продолжать бороться, но нужно видеть, как бы смотреть, видеть эту самую цель, которая на горизонте или там дальше, что в конце концов я хочу прийти к прямоте. Теперь я остановлюсь, дам вам еще сказать то, что вы хотите, и мы теперь перейдем к нашему тексту, который уже будем разбирать более подробно. Пожалуйста. Ну вот, а какие примеры такого утончонченного желания? Какие могут быть примеры, когда мы желаем что-то такое, ну скажем, тонкое? Человек может пойти работать врачом, потому что, или, допустим, раввином, потому что уважаемая непыльная работа, тебя уважают в обществе, и не дурно платят. Человек может работать, пойти работать тем же самым врачом, или тем же самым раввином, потому что то, что действительно ему хочется, это спасать людей, улучшать мир. И так далее. Оба могут делать ту же самую работу, с тем же самым качеством. Но вот этот вот внутренний настрой, это, как мне кажется, это, допустим, может быть примером нашего внутреннего поднятия желаний. То есть я могу себя постоянно бороться с тем, чтобы не воровать. Хочется? Нельзя. А, нельзя. 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 А можно, не знаю, пример, ну не знаю, подумать, вот себе вообразить, а вот если меня украдут, как вот там человека, там что-то нету, не хватает, там у него украли, ему, он себя как-то плохо чувствует. Ага, хорошо. Значит, у бедных нельзя воровать, у богатых, значит, можно. Работать не только над тем, что нельзя, и я себя законсервировал, хватил, это самое, замариновал, но и также в том, что где, вот как в хассидизме есть, да, человек находится там, где находится его желание. Так вот, положить желание в другое место. По крайней мере, иметь это в виду, и там, где это можно, желание это немножко толкает. Кто-то хочет что-то еще сказать? Хорошо. Давайте, с вашего позволения, значит, вернемся к тексту и попытаемся его разобрать по подробности. Чистая прямота говорит, что весь труд науки, наука это, видимо, исследование глубокое, да, философия, вот то, что мы пытаемся легко исследовать, должен быть направлен на идеальную основу. Дать человеческому желанию наиболее чистые, достойные ее лики. Утончить желание, укрепить его, осветить, очистить, приучить к различным вещам, чтобы стремление его было всегда возвышенным и высоким. Это цель. К этому должно быть направлено. Теперь, понятно, что мы не занимаемся только науки, пусть занимаются тем, теперь, смотрите, то, что вот сейчас мы, вот это предложение наше, следующее, это, в общем-то, в скобочках, как бы оно такое вот, да, да, конечно, но не это главное. То есть, этим, понятно, нужно заниматься, но не это главное, потому что следующее предложение начинается с ног. То есть, оно отрицает предыдущее немножко, да. Итак, науки, исследования, пусть занимаются тем, как перевести, как реализовать потенциал, как реализовать из потенциала все те детали, которым стремятся благие и праведные желания, господствующие в мире. Да, то есть, реализование желания, это как уже воплощаю его, да. Я хочу сделать добро. Хорошо, что хочешь, давай это сделаем, да. Это то, про что мы сейчас говорили. Как реализовать это желание хорошее и желание превратить его в действие. Ибо они-то и есть все достойные материальные и духовные потребности жизни. Но, 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 вершины их общей цели, кого это? Наук, да, исследование наше. Должна быть утонченность самой воли. Интеллектуальная ясность воли и ее самоудухотворения. Здесь, кстати, на иврите тут слово, которое даже не знаю, как переводится. Если я правильно понимаю, тут на иврите есть какое-то слово. Вы это длиют от... А ты длиют от СМИУ, то есть, дорожного такого, не знаю. Но переводчик мне как-то перевел. Ну, из контекста понятно более-менее, что мы делаем. И что у нас. Да. До сих. То есть, понятно, что мы должны заниматься реализацией добрых, справедливых желаний. Но цель, высшая цель должна быть в тем, чтобы именно утончить, поднять желания. Что я хочу? Где я хочу быть? То есть, давайте еще один пример приведем. Человек может делать добро, потому что он боится сгореть в гееноме. Это достаточная для него мотивация, с тем, чтобы заработать пожирнее, в будущем мире, и не гореть в городе. Есть человек, у которого мотивация делать добро и справедливость, потому что так нужно. Горение... Горение... Ты не пламенем, и ад, и рай ваш. Неинтересно мне все. Мне интересно, чтобы мир был справедливым, праведным, хорошим, добрым, развитым, человечным. И, соответственно, теперь раб здесь касается уже второй противоположности. А, вот здесь еще одна важная вещь, сейчас мы ее обсудим. И горе всему человечеству, когда он сходит с пути истины, и вместо того, чтобы основать центр всех совершенств возвышения воли, оставляет самоволевую грубость, без обработки возвышения. Весь ее труб, цивилизация, человечество направляет в личное удовлетворение страстей текущих, как поток серы, и всяческий преисподний ад царят в них. Тогда все человечество в целом падает в страшные, отвратительные сети и долопокностных. Пролитой кровью. И из глубин вызовет к Богу истины, чтобы вернуться к священному намерению общего стремления к возвышению воли. Это мне важно. Все человечество падает в страшные, отвратительные сети и долопокностных. Давайте поставим здесь точку. У меня голова работает постоянно вот так. Либо ты идешь в правильном пути, ты поднимаешься. Либо ты идешь в неправильную дорогу, у тебя такой водоворот туда затягивает. И как бы он сам начинает себя усиливать, и ты туда падаешь, что глубже. Как бы до бесконечности, до конца. И вот у меня вот как бы представление уже оттуда нет поднятия. То есть как бы за грехом идет грех, и человек падает и отчаивается от себя, от всего мира и от всего, и нет поднятия. Раб говорит, это очень плохо, конечно, идти по неправильной дороге. Однако он спорит вот с этим, не знаю, нашим, моим лично, да, с тем внутренним ощущением, что если мы пошли по неверной дороге, по грешной дороге, то все, нет поднятия. Неверно. Из глубин падения ты поймешь, куда ты попал, куда ты упал, и что с тобой произошло. И в какой-то момент ты проснешься и вызовешь Богу, и начнешь подниматься. То есть у нас нет отчаяния, нет такого вот падения безвозвратного. Это очень важная точка, очень-очень важно. Даже если мы падаем, это не абсолютное падение. Падем, заплатим очень тяжелую цену, но будет все равно всегда подъем. То есть как бы, да, вот вроде бы, если упал, то как я, если я вот, я был на каком-то уровне, я упал, то как я могу подняться, если я был на десяти и то свалился, то как я с двух сейчас куда-то поднимусь? Понятно, что у меня только дорога, но только вниз. Если с пяти, там, с десяти, там, где я был, у меня не хватило сил удержаться и подняться, то понятно, что там грохнулся, там, на три или на минус восемь, то я уже никуда дальше не поднимусь. Грубая принципиальная ошибка. Из любого места можем начать подняться. Это очень важный принцип шума. Когда все человечество в целом... Приключение. Тогда все человечество в целом падает в страшные, отражительные сети идолопоклонства. Пролиты крови из глубин, вызовет к Богу истины, чтобы вернуться к священному намерению общего стремления к возвышению желания. Тогда вызовешь, Господь услышит, возопишешь и Он скажет, вот я. Ибо близок Господь ко всем призывающим Его. И ко всем призывающим Его в истине. И это вся основа покаяния, вся основа чувы. Возвышение воли и обращение к добру. Я, вы меня, простите, скажу более того. Это не только основа покаяния, это основа человеческого развития, это основа иудаизма, это основа всех основ. Это наша цель. Возвышение воли. Мы об этом мало говорим, и мы это у нас не в фокусе. Нас в фокусе улучшения дел. Раф переводит нас в фокус на возвышение желания. Не только, чтобы я делал лучше, чтобы я был в более лучшем месте, чтобы я желал другие, более утонченные вещи. И это вся основа покаяния, возвышение воли и ее обращение к добру. Выйти из тьмы к свету, из мутной глубины к вратам надежды. Ко мне обращено желание моего народа возвратись от ступницы Исраиля, возвращайся, Исаия, к Господу Богу Твоему. Пожалуйста, как вы, что отрывок этот вас говорит, как вы его ощущаете, что вы можете добавить к сказку? Я сейчас хочу, Нехама, к вашему уроку обратиться, который недавно у нас был. Там глава Берешит. И дело в том, что когда человек идет по природному пути, ничего кроме агрессии на выходе не получается. Вопрос намерений искажен человеке. Происходит подмена понятий, исхожение. То есть мы идем по пути исполнения каких-то физических дел, как поступила природа в свое время. Но того божественного мы не вкладываем в это. Вот именно намерение. Как Бог создал человека с намерением из любви, так же, собственно говоря, должна была, если бы природа делала что-то из любви, если бы она обладала этим, то все бы получилось. И когда люди идут, вот, например, плодитесь и размножайте, вот они плодятся, размножаются без намерения, без намерения. Они не вкладывают в это нечто высшее. Получаются агрессивные поколения. Идолопоклонские поколения, поколения агрессивные. Возможно, моя мысль корява, но я вот в лучшую форму ее никак еще не привела. То есть вопрос намерения в иудаизме стоит очень жесткий. Мы же еще и ада, собственно говоря, нету ада у нас. Именно чтобы не было вот этого наказания, чтобы не стоял над тобой дамоков меч, и ты не шел по природному пути исключительно. Вот волю свою не тренировал, конечно, но все это должно делаться исключительно с намерением. Должно делаться из любви. И тогда все будет получаться. Я вот, у меня вот эта вот мысль у меня преследует. Она у меня еще не очень оформлена. Вот. И у них амоно уроки, я тоже отсылалась к вашему уроку. Они вот пересекаются сейчас немножко. Вот. То есть благословление, оно и есть. Вот это намерение. Вот это получается, когда ты делаешь что-то с благим намерением, как это не смешно бы звучало, когда намерение есть, вот тогда ты получаешь божественное благословление таким образом. Вот такая ситуация. Спасибо, не хаму, потому что у меня... Я не могу это собрать нормально. Я не знаю. Много вашего, как бы, вашей интерпретации, конечно. Но то, что мы говорили, у меня как-то по-другому есть. Если что-то связывается с монитором, он рассматривает историю человека, как-то постоянная возможность реализации целей, которые не реализуются. В этом смысле очень важно, что оно всегда возможно. Это всегда... Бог тебе дает возможность. Шувы, исправление, поднятие желания на другой уровень. Но проблема в том, что мы не всегда ее реализуем. это возможно. Спасибо. И вот, Виктория, то есть, смотрите, на уровне закона, Аллахи, да, как бы, в общем-то, митцвот оцарь ходкована. Когда я делаю заповедь, в общем-то, не очень-то важно, чтобы... Чуть-чуть думал. Ты сделал правильное дело, это важно. Но в глубинном взгляде это, да, важно. То есть, вот здесь есть как бы... Мы не можем отказаться от действия из-за того, что у меня тут намерение не до конца очищено. Ни в коем случае. В этом смысле действие, оно выше, чем намерение. Но как бы у нас есть близкая перспектива, и далекая перспектива. В близкой перспективе безусловно, действие важнее, чем намерение. Мне сейчас нужно перевезти старушку через дорогу и неважно с кем намерением я это буду делать. Мне сейчас нужно дать пожертвование человеку, который нуждается и никому не интересно, какие у меня намерения. Но в далекой перспективе именно намерение приведет нас к избавлению и как бы это вкладывание на десятки поколений, на сотни поколений. Это намерение, постоянное давление чего-то нас, куда-то нас изменит. Это очень важная составляющая, но она как бы она внутренняя больше. Да, спасибо. Натанца Шательерна, я просто свой сумбо попыталась изложить. Спасибо, вы мне очень помогли. Я еще в шоке от прошлого урока, от вашей идеи, там было просто вот так что ничего страшного. Можно не до конца самые хорошие идеи, не до конца еще это самое, можно предавать. Мы с ними что-нибудь хорошее сделали, в принципе, отложим в ящик до следующего раза. Так что все в порядке. Отлично. То есть я думаю, я всегда думаю, что на два тревка хватит, на два тревка нас не хватает, но по-моему, по-моему, нормально. Кто-то что-то еще хочет сказать? То есть я скажу, я вот, давайте, если пока кто-то хочет решиться сказать власти посредине, пока хочу закончить тем, что меня это в свое время как бы вы действительно немножко выпило как-то из-за места, где я был, где я сидел, то вот с одной стороны это действительно так просто, с другой стороны это действительно так сладко, но как бы это совершенно такое новое, совершенно вот тебя фокусирует и совершенно другого. Ты зафокусирован на заповедях, на действиях, на, вот, осея, то, что называется, на берете, да, вот ты работаешь, ты действуешь, ты активный такой, это все верно. И вдруг тебе говорят, а цель-то она с тем, чтобы ты просто не хотел глупостей, чтобы ты не хотел гадостей, чтобы ты хотел вещи хорошие, правильные, еще более высокие, хорошие и правильные. И когда тебе удается немножко свое желание вот чуть-чуть там сдвинуть в лучшую сторону, потом ты смотришь, вдруг ты видишь, опа-ля, это самое, какие там страсти, всякие там внутренние, самое дурное начало, с которым так боролся, вот именно в этом. Пошло спать вообще. Нету его, исчезло. Ты просто, так сказать, как бы, вот у тебя еще кучу-то в голове, ты что-то понял, у тебя желание стало в другом месте, ты как-то расхотелось. И вот это вот именно вот, по крайней мере, вот в точке, где-то в одном месте, вот ты из этого ворона превратился в прямого. Из этого завоевателя, который постоянно борется, ты превратился в прямого. Тебе хорошо, тебе спокойно, и тебе, конечно, радостно. У меня пример созрел, вот благого намерения или нет. Вот та же старушка через дорогу, да, если я, ой, бедная, господи, как же она пройдет, если я из сочувствия, из любви это делаю, то все будет хорошо. Но если я это сделаю из раздражения, к примеру, потому что она будет идти там сто лет или еще что-то, если я делаю это из раздражения, из негативного чего-то, возможно в результате ты либо руку ей потянешь, либо поставишь ее куда-то не туда, не дай бог на нее что-то упадет. Может так получиться. То есть вопрос намерения, он может искривить твой поступок, он может привести его к плохому, если намерение изначально плохое, то есть из души идет негативный позыв. Вот что я хочу сказать. Я вовсе не уверена. Да и нет. Я тоже не уверена. Да и нет. То есть действительно может быть. Но еще раз, мне кажется, то, что мы сказали про ближнюю и дальнюю как бы проекцию, это важно. Мне сейчас нужно перевести старушку дорогу в точках. И лучше перевести ее через дорогу, неважно с такими намерениями, чем мне переводить. А вот на дальней перспективе мне обязательно нужно не забывать это наша цель, безусловно. И как бы для меня новость в этом отрывке и на тем, что задача улучшения, поднятия желания, что нужно не бороться с плохим желанием, а просто не хотеть, нужно себя к этому подвести, привести. Это забывается вообще. Это верно, что вы говорите. Часто из-за плохого желания я действительно могу сделать коряво. Но если мы скажем, ну я могу сделать и нормально. И вот мне кажется... Он не даром это самое сказал Черном Эрдину. Хотели как лучше, а вышло как всегда. Благи намерения уводить человека в ад. Это совершенно намерение одного благого недостаточно. надо, чтобы дела были тоже. Ой, я хотел как лучше. Ну что же ты хотел как лучше, а вышло как плохо. По поводу это самое действительно как хотел и как выше, действительно у Рава есть тоже замечательный отрывок, где он говорит по поводу взаимоотношения морали и мудрости. Что у нас очень часто противоставляет это архотное. Либо человек умный, ученый, или он моральный. такой возвышенный немножко, но к наукам отношение имеет так себе. Он говорит ни в коем случае. В морали мы должны взять науку и углублять ей мораль. Потому что иногда вещь выглядит очень моральной, очень правильной, а приводит вот как сейчас Нахама сказал к страшным результатам. И наоборот. Мы должны взять веру в мораль и с помощью ее углублять мудрость. Потому что тоже как бы нам вот это вот нас должно быть именно взаимопроникновение, не взаимопроникновение, а вот мы должны с помощью мудрости углублять морали, наоборот, с помощью морали мудрость, на то, что две разные вещи должны быть, они должны работать в связке. У нас очень часто мораль, хорошее желание, оно такое в отрыве, такое вот. А вот я вот как сказал, я хотел хорошего, получился. Ты подумал, какие могут быть результаты, а ты посмотрел со всех сторон, ты взвесил, не, достаточно того, что я хорошо подумал, и достаточно. Ну и хорошо подумал. Атомные бомбы это ярчайшая собственно демонстрация, мне кажется. Работа хорошо? Хорошо. Развитие науки хорошо, а в результате? И в результате, что наука виновата, а виновата те, которые используют ее? Вообще, так сказать, это сложно. Сложный вопрос. Давай не будем. Здесь вот это самое еще одна интересная тема. Как куклы развивают так? У нас есть развитие морали и развитие науки. И развитие прикладного знания. Давайте сказать, не науки, прикладного знания, реализации. Лучше всего, чтобы они развивались параллельно. Но если реализация у нас будет идти впереди развитие морали, значит это струк. Если мораль будет развиваться впереди реализации, не очень хорошо, но вполне ничего. Идеал, чтобы были полностью развиты и морали реализации. И это вот наши атомные бомбы. Когда у нас реализации как бы открывается дорога, нас должна подоспеть за этим мораль. Иначе будут катастрофы. И это можно сказать наоборот. то, что мы видим развитие прикладной науки реализации, это значит, что Всевышний на нас полагается, что наш уровень морали, он либо достиг более-менее этого уровня, либо мы это можем сделать относительно быстро. Но это действительно очень опасно, когда реализация обгоняет развитие морали, но он сколько понял Раф Кука, он говорит о том, что за этим следит Всевышний. Это уже сфера его компетенции. Тем, чтобы реализация не обогнала слишком мораль, потому что так мы с ней очень выставили мечтой. Но это уже отдельная совершенно тема. хорошо. Я очень рад всем пришедшим. Спасибо Нехама, спасибо Виктория, спасибо Магда, спасибо всем, кто пришли. Отлично, у нас очень хороший отрывок. И следующий отрывок он пересекается с этим нашим. Раб говорит здесь в следующем отрывке о том, что не только отступать это плохо, а душа очень страдает также от стояния на месте. И мы это сегодня чуть-чуть затронули. Хорошо. Большое огромное всем спасибо. Добрый вечер и до следующей встречи. До свидания. Спасибо. До